Вечер добрый. Начало недели, понедельник, 30-е ноября, последний день осени, собственно говоря, друзья мои, вот-вот начнется зима. А не верится, такое ощущение, что зима уже давно. Всех приветствую, ну, надеюсь на то, что вы прекрасно понимаете, что происходит на своем радио в это время, с 8 до 10. Программа «Живые», куда приходят живые люди, живые музыканты, с которыми мы живо беседы беседуем, песни они нам свои замечательные поют. Сегодня уникальный проект, просто потому что, а я объясню потом, почему он уникальный. Собственно, вы все поймете сами, но есть здесь некоторые нюансы, с которыми я вас знакомлю чуть позже. Сначала песня, это в некотором смысле традиция добрая наша, музыкальная заявка, чтобы аудитория поняла, что сегодня будет в эфире происходить в течение ближайших двух часов. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. Звук в программе «Живые» 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 И в первую очередь машина сказала «Привет!» Оригинальное начало Ну, в общем, я думаю, что Это даже хорошо Живое исполнение, живой звук Это лишний раз или не лишний раз подчеркивает Что сегодня, как обычно В программе все исключительно живое Настя Постникова Голос клавиши сэмплей Проект называется, не в тот микрофон Проект называется Купава Добрый вечер Привет Ну, когда я сказал о том, что это не совсем обычная история Напомню вам группу, которая называется Ива Нова, сокращенно Ива Вот если помните, да вы должны никак Вы не можете не помнить эту коллективу, потому что И в ротации присутствуют с первого дня Существования радиостанции И были они у нас в живых не единожды Вот Настя Постникова, собственно говоря Она оттуда А это вот ее сольный проект Который называется Купава, правильно? Все верно, Семен А это, судя по всему, волнение немножко срабатывает сейчас Ну вот, когда ты сказала, это Настя, голос, клавиши и сэмплы Вот сэмплы поставлены в угол Ну, в принципе, да Ну да, рассказывать будем немножко позже О том, что происходит в этом коллективе Я просто сообщу, как с нами связываться Это важно 4647 Это короткий номер для смс-к ваших И, соответственно, сначала пишите свои Делайте пробельчик А потом уже пишите все, что хотели бы Напомню, это могут быть вопросы Это могут быть просто эмоции И впечатления Делите всем, что есть Что возрождается Группа, то бишь, официальное сообщество своего радио ВКонтакте Там тоже все просто и понятно Фотография давно уже лежит в анонсе Купава называется, коллектив Группа Купава В текст, я имею в виду Если посмотрите в тексте анонса Там выделено синим Значит, это активная ссылка Кликая на которую вы оказываетесь в сообществе Этого очаровательного существа По имени Настя Либо Анастасия Постникова Она же и проект Вот она одна Сама себе проект Да Чат, работают их два Один на сайте своего радио Своерадио.фм Там все видно, очевидно Чат Слово из трех букв, которое пропустить невозможно Ну и если вы посмотрите сверху Там на сайте вы увидите плеер Длинненький такой Слева в нем онлайн аудио Это чтобы слушать онлайн видео Справа Кликая на этот синий кружочек Вы моментально оказываетесь На портале Планета.ру Это краудфайдинговая платформа Которая нам представляет видеокартинку Там же есть чат Он сейчас не поднимается выше Немножко планетовцы Редизайнили свой сайт Поэтому пока что Чат чуть ниже картинки Но в общем тоже удобно Можете там отписываться Ну мы от Отовсюду практически Да и оттуда тоже Выдергиваем сообщения Если есть интересные Мы их публикуем в эфире Теперь К Тебе Давай подойдем А с чего вдруг Тебе стало тесно В рамках Ивановой? Ну музыка писалась же всегда И даже до Ивановой У меня был проект А потом начался период Когда наши поездки за границу И общение Допустим на английском языке Оно стало настолько частым И настолько естественным Что и песни стали писаться По-английски постепенно А в Иванове, конечно Мы принципиально поем По-русски На любых языках Кроме английского Ну и музыкально Они более такие Я даже не знаю Раньше я думала Что такие Слегка приджазованные Но теперь я уже Даже не знаю Что это Готические на части Вот Поэтому да Они вот Как-то сочинялись Где-то хранились В каких-то диктофонах Тетрадках нотных И так далее Ну а привлечь музыкантов Музыканток Коллектива К тому Чтобы петь И делать проект Купавни Знаешь Я как-то Это вот само собой Получилось Потому что Была долгая зима Был долгий февраль И я дома Сидела дома Играла Играла А мне дали побаловаться В этот раз Вот эту прекрасную машину Под названием Луп-станция Которая тебя сейчас Облупила со всех сторон Да Ну иногда она шалит Я ее еще приручаю Вот И Конечно Это увлекло Просто процесс Настолько увлек Что я Садясь Музицировать Понимала Что прошли часы А я вообще не заметила Как пролетело время Ну и соответственно Это такой челлендж Вызов Самой себе Что ты можешь Что ты вообще можешь Сам по себе сделать В отдельности В отдельности И у тебя в этом коллективе Ну в смысле в этом проекте В проекте Купава Исключительно англоязычный Текст Англоязычные песни Нет Есть и русскоязычные Есть и русскоязычные Как называлось первое произведение Которое прозвучало? Первое это Оверфлоу ми И в принципе Хорошо что она Прозвучала Его первая Акустическая часть Потому что вторая Это как бы ремикс На следующую часть Мы это оставим Загадкой для тех Кто потом приобретет Альбом И они услышат Как это звучит В ремиксе В моем собственном Ну может даже И хорошо что Все так получилось Кто знает Никогда же не знаешь Где упадешь Где найдешь Где потеряешь Вернее Может быть это как раз И есть находка Может быть так и надо Давай мы дальше Наверное споем что-то Тоже это важно Для того чтобы Теперь уже понимали Точно что происходит В проекте Купал Как это все звучит А далее поговорим Что это будет Я сыграю сейчас Наверное Очень старую песню Я даже не помню В каком году Я ее написала Надо было освежить Какие-то даты Но она была записана На первом Моем маленьком Таком Макси сингле Записала я его В Париже В 2011 году И вот сейчас Я вам ее сыграю Да конечно Спасибо тебе большое Как всегда Живой звук В программе Живый Нажимай 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 уже Мне так жаль Не верить твоим словам Отпусти Я буду дышать Сама там Где мечтая Слепо падают Назад Закрыв глаза Мне так жаль Тебе уже не взлететь Тяжесть слов Шутя не преодолеть Одну Откровенность Своевременно Сказать Закрыв глаза Ты мог сказать Ты мог сказать Закрыв глаза Закрыв глаза Закрыв глаза Закрыв глаза Закрыв глаза Не ждем Ничего Больше Ну я не знаю Может быть дальше Должно быть Я уж на всякий случай Просто Спрашиваю Вдруг я сейчас Начиналось все Просто С лирики Под фортепиано Конечно Да, но дальше Все развивалось Развивалось Мы сегодня естественно Услышим Во что оно Преобразилось Потому что на чеке Я честно говоря Получал огромное удовольствие Слушая как это звучит В полном так сказать звуке Не только Хотя и с роялем тоже красиво Ну ты Девочка романтичная Я это все понимаю прекрасно И знаю точно Что у человека С хорошим чувством Музыкальным вкусом Вернее так С хорошим музыкальным вкусом С хорошим чувством жизни И ощущением себя в этой жизни В коллективе Иванова Должно быть тесновато немножко Потому что там достаточно Конкретная линия Уже выбрана Она выбрана И вы с этой линией не сходите Слава Богу Потому что это лицо А тут уже вторая песня Криаду Это некая Ну такая девчачья В хорошем смысле Девчачья лирика Знаешь это Я тут как раз Недавно думала о том Как Как вообще Определить Вот эту разницу Если допустим Цветами Определить В Иванове То есть То есть Да Я имею в виду Противопоставлять Противопоставлять Все Это может быть К критики Препрезентация Того самого Проекта А в концерте И вот Иванова Свой мини фестиваль Нехороший опыт был что Нет это было хорошо Как такая акция Потому что у нас было Вот много этих проектов Ну мы Развлеклись уже так Здесь Лиза написала Замечательную частушку Кстати Папа ее в детстве пел Вот знала бы ты Когда говорила о цветах Какие есть частушки На предмет этих цветов Так Девушка Девушка Какая же вы красивая Наполовину красная Наполовину синяя Вот это прям Это как раз о тебе Абсолютно О тебе Ну то есть в принципе Это две твои Два твоих эго Или там Альтер эго Альтер эго да Красная и синяя Красная ты в Иванове Синяя ты в Купаве Как стерео очки Хорошо Кстати да Вся полнота И весь объем в итоге Весь спектр получается Как мы красиво пришли Действительно Вот он весь спектр Вся красотища ты получаешь Стерео Вот он тебе объем Давай дальше Что это будет Ну вот песня С нового альбома С нового Которую ты И презентовать Собираешься Да Прекрасная моя Черно-розовая машина Будь со мной Нежна На чеке Она была с тобой Очень нежна Будем надеяться И сейчас Как всегда Живой звук Программа Живые Купава Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В том, где спрячусь я Где-то на границе В том, где спрячусь я Он не постучится Он не постучится Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как же атмосферно-то Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не буду рассказывать DimaTorzok 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 что там, там свеча, даже две свечи, чашечка или там стаканчик с чаем, вот такая вот кулуарная, кухонная. И мы с тобой и беседуем сегодня в такой же абсолютно стилистике, потому что по-другому не получается, потому что здесь нет этого угара всего. Здесь нет пружины там рядом с барабанами. Понимаешь? Здесь надо аккуратненько все. Очень хочется все как-то вот не спугнуть, не спугнуть эту историю. Это для определенной публики-то, это ведь далеко не для всех. Вот те люди, которые приходят на концерты, те, кто приходят слушать тебя, кто эти люди? Нет у меня ответа на этот вопрос, потому что еще я играла очень, ну, играла в разных местах, и как-то у меня еще не сформировалось ощущение от аудитории. Очень разные, абсолютно. В Сибири несколько концертов я сыграла, и тоже люди подходили, которые высказывали, что их там затронула как-то музыка абсолютно разная. там, и мужчины за 50, и девочки до 20, и не знаю. Может быть, это со временем становится более понятно, когда и для меня это сформируется. Я думаю, что вот после первого альбома мне самой со стороны будет понятнее вообще, что я несу, потому что я пока изнутри очень смотрю на свою музыку. А когда будет пластинка, я смогу это оценить немножко уже отстраненно. пойму. То есть это первые записи, по сути дела, в альбом, да, большие? Да. На концертах, понятное дело, когда человек играет. На концертах это отдельная тема, это живое звучание, и ты работаешь на сцене и не понимаешь, как тебя слышат, просто потому что ты сама себя слышишь. А в записях ты уже можешь послушать со стороны, как бы оценить. Ты об этом? Да. Ну и опять же в записи запись будет достаточно сильно по аранжировкам отличаться от того, что я играю сейчас. Ну, как сильно? Там будет все богаче, потому что в студии, конечно, у нас было больше возможности записывать того, что если я это буду сэмплировать, у меня каждый трек будет по 20 минут просто. Это нереально. А туда мы очень компактно все это смогли загрузить. И мы работали... Я работала с тем же звукорежиссером, с кем мы писали Иванову последний альбом, Ричард Дойч. И успели до его отъезда в Австрию записать все. И он уже переехав туда, соорудив себе там студию, в пред... Как в предножии? В общем, в предгорье альпийском выстроил себе студию. И там вот он, собственно, сейчас и сводит. Да, сводит, уже заканчивает этот альбом. Ну, нормально так в предгорье. А там разреженный воздух, на самом деле, там совсем другое восприятие и музыки, и жизни. Интересно послушать, как это все звучит. А подожди секундочку, а там сводил что-то уже для Иванова, да? Нет, Иванова он сводил еще в Питере, в нашей атмосфере. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вот интересно, как это будет звучать. У тебя на планете проект был, я так понимаю, да? Да. Это, конечно, невероятная для меня история, этот проект на планете. Проект Купава? Да. И что? Расскажи, пожалуйста. Ну, я абсолютно не предполагала, не верила и абсолютно была настроена, ну, не пессимистично в плане негатива, а в плане, что ничего не получится, это слишком мелко, мелко хоботов. Вот. Но я решила, почему бы не рискнуть, в конце концов. Ну, что от меня убудет? Ничего. Ну, и я попробовала запустить этот проект и как-то вот насыщала его там информацией, общалась с людьми и так далее. И когда в последние дни я понимала, что вообще-то все получается, передать те чувства, которые я испытывала, опять же, будучи одна, делая это, я не могу. Это был восторг. Ну, ты наверняка воспользовалась, уж извини, аудиторией Ивановой, естественно, да? Ну, так или иначе, конечно, люди, которые, да. Но частично это были совершенно неожиданные люди из каких-то моих древних, из какой-то, знаешь, из другой жизни. То есть из Пскова, будучи люди, которых я не видела лет по 15-20, которые вдруг появились и решили там купить пластинку моего будущего альбома, я была им безумно благодарна. То есть проект состоялся? Да. Все в порядке? И сейчас уже, что называется, мы говорим о том, что вот-вот это замечательная болванка, да? Ну, пластиковая, по сути дела, облеченная в некую форму, имею в виду я. А кто обложку будет делать? Или уже сделано? Нет, обложка еще не сделана, и я думаю, что это будет наша подруга-дизайнер, которая Иванович делала обложку, и мы с ней очень тесно сотрудничаем уже последние годы. Я думаю, что я отдамся ей опять. Ну, и правильно, проверенный человек. Да. Настюша Петербург слушает, а Ярославль надеется, пишет Марина Ерискина. А что значит Ярославль надеется? Ну, дело в том, что там сейчас под вопросом концерт 11 декабря, и вот мы, да, Ярославль надеется, что концерт будет, потому что он в прошлый концерт Ярославля весной прошел очень тепло и уютно. Надеемся, что в этот раз все тоже получится. А какие планы? Когда? 11 января. 9 я сыграю в Пскове, 11, возможно, в Ярославле, а 20 прямо перед днем рождения поеду в Псков с старым друзьям. Ну, то есть ты в Ярославле будешь пытаться играть для тех, кто Новый год особо не отмечал. Ну, а так, может быть, работал, а где-то к 11 числу уже более-менее способен... Декабря. А, декабря. Ты сказала января. А, я сказала. Нет, ну, все. Тогда 11 декабря. Мост мой тоже на два цвета уже разошелся. Тогда, внимание, 11 декабря планируется Ярославле. Настя, очень рада тебя слышать с этим промозглым вечером «Как настроение твой вулзус». СМС-портал откликнулся. Что такое вулзус? Это мои прекрасные ученики, которые у меня занимаются. У нас есть одно произведение, которое мы с ними стали разбирать. Произведение Николая Судника. Неизвестно обо проекту СГА. И вот у него есть одна ария, четырехголосная. Там текст начинает... Это в негодском языке. И, собственно, начинается он со слова «вулзус». И так вот они между собой и друг друга называют, и песни. В общем, вулзус... Это может быть ругательством, это может быть похвалой, в зависимости от настроения. Вулзусу привет, но посаран. Ну да, есть хорошее ругательство, доброе такое. Титимилять. Вот вроде как и не выругался, а вроде как бы и хорошо, и красиво. Еще есть слово «куздюк». Чудесное совершенно. Так вроде бы и обижаться на это не хочется. А как ты думаешь, как и обозвали тебя кем-то? Вот вулзус. Не пойми, что. Ну, красиво. Давай дальше петь. Да. Что это будет? Подожди, да. Ну, вот эта композиция, которая должна, в принципе, загрубить всех в танец в процессе. Посмотрим. Давай посмотрим. Как получится. Как она называется? Deep inside. Как всегда, живой звук в программе. Здесь сегодня проект Купава. Настя Постникова. Поехали. 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 Why I do believe this clumsy lie? All those walls Made for illusion that we save Close enough to feel the pressure in the cave Hold me tight I'm gonna fight for inner space Deep inside I wanna keep a state of grace Yeah, deep inside Oh Oh Deep inside Yeah Deep inside Oh Deep inside 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 Oh 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 вокруг нас натягивается, то тогда все происходит очень хорошо, и контакт... Я просто к чему говорю, что ладно, там русскоязычная аудитория, которая может прийти на концерт Ивановой, а это же уже все международный язык, который понятен всем. В любой стране мира знают английский достаточно настолько, чтобы хотя бы на концерты приходить. Если человек поет по-английски, соответственно, есть возможность покорять международное пространство. Тимур Илаев вовсе написал, когда был студентом, у меня был дружок, который приходил с утра и играл на синтезаторе. Я очень не любил музыку, издаваемую этим инструментом. Теперь понял почему. У друга не было такого прекрасного вокала. Все очень круто. Музыка дополняет голос, а голос музыку. Я думала, скажешь, что синтезатор выкини. По-моему, красиво звучит. Ну, насчет таких... Ну, я думаю, что такими радикальными советами никто делиться сегодня не будет, ни в коем случае. Потому как зачем же выкидывать дорогой инструмент вообще? Зачем? Зачем разбрасываться? Полезная штука помогает. Тепач помогает в работе. 4647 – это короткий номер для ваших смс-ок. Сначала пишите свои, делайте пробельчика, а потом уже все, что хотели бы адресовать Насте сегодня. Это могут быть вопросы, это могут быть просто эмоции, впечатления. Да, делитесь, потому что вот этого всегда не хватает в процессе живого концерта. Я вдруг недавно осознала, будучи сама на концерте, что на самом деле то, что ты чувствуешь, как артист на сцене в процессе воспроизведения музыки, исполнения, возможно, никто так же и не чувствует, как ты. Потому что на самом деле твоя музыка – лишь саундтрек к тем ощущениям и к тому, вот той жизненной ситуации, в которой человек находится в данный момент, из какой он приходит к тебе на концерт. И что на самом деле он переживает, совершенно неизвестно. Абсолютно. Более того, человек, когда слушает те или иные песни, твои либо чужие, ну, не твои, а какие-то другие в смысле, он так и так не всегда, ну, как, трудно предположить, что он испытает те же эмоции, которые заставили тебя написать эту песню. Бесспорно. Вряд ли одно и то же вы будете думать об одном и том же, и вряд ли одним и тем же будете жить. Поэтому каждый, конечно, все воспринимает абсолютно по-своему, у каждого свое восприятие – это нормально. Это, по-моему, совершенно естественная история. Мне вот очень интересно, конечно, если кто-то нам напишет, что. Так пишут, пишут и пишут много чего. Но в основном, ты знаешь, как бы сказать, елей. Тебе нужен елей? Не, ну супер, круто. Ладно, что-нибудь так, ну, мы подождем. Может быть, еще не время для какого-то инсайта. А может, его и не будет. Нет, есть, Никита сама написал красиво, но не то. Хорошо. Я его спрашиваю там в переписке, Никита не то, это что? Ну, просто мне стало просто не то куда. Знаете, как-то не то, что не то. И человек отвечает, Семен, ну, красиво, великолепно подано. Ну, не трогайте. Ну, не играет на струнах души. Ну, это нормально абсолютно, конечно. У Никиты самой. Это уже очень субъективно. Струны у всех свои, пониже, повыше. Какие-то я не могу затронуть. Сейчас ты сейчас о каких-то струнах, которые пониже, повыше. Мне стало вдруг интересно. Это вот именно, да, как в анекдоте. Вот, ну вот Максим Васильевич пишет, это что-то совершенно необычное. Не скажу, что он не нравится, но слушать это определенно интересно. Слушать можно. Голос хорош, да. А Коля Нарисов пишет, а я слушаю с огромным удовольствием. Оксана Ерофеева Анастасия, человек-оркестр какой-то, на все руки мастерица. Смотрю и удивляюсь, пишет Оксана Ерофеева. Ну, то есть тут много чего. Пишут, ну, каких-то таких, скажем, конкретных вещей. Ну, условно говоря, знаете, такое, но слушать не буду. Такого нет. Терпимо. Это приятно. В общем, терпимо. А что ты пьешь, скажи мне? Масло? А чего ты смеешься? Подсолнечное. Ну, нет, это специальный напиток для вокалистов. Понятно. Я потом понюхаю. Просто мне интересно, какой запах у этого напитка для вокалистов. Это зря, кстати, ржешь. Мне, впрочем, Люся Махова, всеми горячее любимая, она пьет оливковое масло. Масло хорошо тоже. Я вот сейчас жалею, что у меня нет трех капель масла. А ты смогла бы выпить масло? Бывала, неоднократно уже. Персиковое масло. Может, попробовать надо. Что-то все пьют масло, а я не пробовал еще. Насколько это хорошо. Причем, Люся Махова, она просто абсолютно не вынимает, что у нее стоит флакончик с этим маслом. Она весь эфир, два часа его поглатывает, поглатывает. Я поначалу когда-то, вот еще тогда, когда мы только-только с ней познакомились, она же не написана на этом стаканчике, что там. Я думал, что она керосинит. Ну, керосинит чуть-чуть. Как и не чочек там, как нужно человеку. Потом, проходя мимо, так, знаешь, нюхнул. Что же такое запах такой странный? Говорю, Люся, это что такое? Она говорит, масло. Реально ответила, масло. Я думал, шутит. Оливковое, какое-то питьевое, оливковое масло. А, питьевое даже. Ну, а как? Ну, наверняка необычное какое-то. Обычное? Обычное. Ну, выглядит баночка так красиво, как будто бы это что-то спиртное. Поэтому я подумал, что питьевое. Ну, значит, обычное. Вот Юля говорит, обычное. Она видела больше меня. Этого масла, видимо. Вот. Поэтому мне стало любопытно, чего ты, Сан Дареш, специальный напиток для вокалистов. Специальный, да. А ведущему помогает напиток? Может. Хорошо, спасибо. В паузе я посмотрю, что это у нас за напиток такой. Давай-ка что-нибудь еще успеем пить. Еще две вещи нужно до конца этого часа. Прекрасно. Что это будет? Ну, еще одну... Куда ты потащила микрофон? Старенькую. Еще одну старенькую тоже композицию, которую мы еще играли с группой Бао Бабы Моей. Это вообще Бабы древние были. Очень древние, да. Потому что Бао. Как называется она? Змея. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня проект «Купава» Настя Постникова. Погнали. Купава Настя Постникова. Подписывайтесь на канал. Как действительно, живой звук в программе «Живые». Исправа Настя Постникова. На этом работе — что безумに овидよね «Живые». Как всегда, живой слова, то есть recession, — ¡Живые и нормальные. Исправа Настя Постях. Так же, не будь — непонимая повopus Tyler Змея, раздавленная, немая. Я буду ждать тебя на самом дне. Я буду лгать на каждый твой вопрос. Я притворюсь стеклом в твоем огне. И разобьюсь на зло твоей мечте. Ведь я змея, раздавленная, немая. Субтитры создавал DimaTorzok С моей груди Стекает лунный свет Среди планет Я вижу сон во сне Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ Говорят, что да, на театре. Ну, театрал-то говорит. Есть две школы театральных. Школа Московская и Питерская. Московская школа – это школа проживания, а Питерская – школа представления. Трудно сказать, что лучше, что хуже. Актеры прекрасные и в Питере воспитываются, в театральных вузах и в Москве. Но Питерские чаще представляют, играют чувства. А Московская школа заключается в том, что они не представляют, а играют. И реально проживают эти чувства. Вот ты вроде человек питерский. А когда поешь, проживаешь. Объясни мне, как это вообще? Ну, может быть, потому что я псковский изначально. У нас вообще как-то по-другому все. Псковские. Понятно, да. Понятно. То есть не стала ты столичной жительницей. Все провинциальными живешь, какими-то эмоциями чувствуешь. Это хорошо. Я не знаю, какими. Я себя ощущаю уже человеком мира. Я где-то в каких-то между полоскостях. Что значит между? Ну, между странами, между культурными пластами. Потому что мы так много времени проживаем вне нашей страны, что как мы себя ощущаем, мне уже иногда порой сложно сказать. То есть ты вообще не понимаешь, где твоя родина? Родина я представляю. Родина там, где у меня родители, естественно. Но все мое остальное ощущение себя в этом мире, ну, человек мира скорее. Вот так? Да. Это очень правильное, мне кажется, ощущение, потому что человек в таком состоянии, да, при таком ощущении, может чувствовать себя комфортно где угодно. Видишь, это еще к английскому языку, потому что я не знаю, там не было пока нам реплик, а что, зачем на английском? А аудитория своего радио очень хорошо, знаешь, прикормлена уже давно. Им все равно, на каком языке. Просто получается, что... Должно быть качественное все. Просто получается, что некоторые песни, ну, невозможно написать на русском языке. Нет, хотя твердо, вот Константин написал, по-русски неплохо, но на английском круче звучит. А, ну, хорошо. Вот, пожалуйста, просил про язык, тебе человек тут же ответил. Скажи, пожалуйста, сколько по времени будет та песня, которую мы сейчас будем закрывать? Три минутки. Три, окей. Значит, у нас сейчас с тобой есть парочку минут, чтобы потолковать. Так, 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 так. Игра великолепная. Сколько лет играете на инструменте? Есть ли предпочтение в клавишных? Никита Самойлов спрашивает. Никита, спасибо за великолепную игру. Я не буду такое утверждать. Играю. Так это не ты сказала, это тебе Никита сказала. Играю, играю, с детства играю. Ну, как все. Ты же музыкальную школу закончила, правильно? Потом что еще? Музыкальную школу. Только музыкальную школу. Да. Исключительно. И дальше? Дальше я ушла в рок-н-ролл. Дальше училище сразу ушло куда-то. А когда есть рок-н-ролл, кто там играет в рок-н-ролле? Это правильно? Ну. Зачем в рок-н-ролле играть надо? Там же эмоции. Там самовыражаться надо. Да, да, да. Там люди как раз занимаются совсем другими. Там играют, пускай вот эти. А вот мы в рок-н-ролле самовыражаемся. Я шучу, конечно. Я, безусловно, шучу, но звучит это забавно. Я ушла в рок-н-ролл, и поэтому перестала играть. Так. Сейчас какой-то был тоже моментик важный. Есть такая известная группа Флёр, пишет Тимур Илаев. Потому что, конечно, дурак, но слышу много общего. Знаете ли вы эту группу? Ну. Ну, очень поверхностно к моему студу, возможно. Не знаю. Ну, в смысле, я знаю название, но я не сильно знакома с Энкер Тауэром. Хотя, по-моему, мы когда-то на каком-то фестивале давно пересекались. Понятно. Ну, еще есть проект МРФ. Имея в виду Флёр, МРФ это так же, как и в твоем случае, получается. Получается, что Иванова – это Иванова, Постникова – это МРФ. Вот получается, что Флёр – это Флёр, Флёр, Купава, да, извини. Что я сказал, Флёр? Купава, да. Флёр есть, а есть вокалистка сейчас, Войнаровская, по-моему, да? Да. Отдельный проект МРФ. И он тоже такой вот, вот такой вот, вот такой вот. Да. Вот такой. В другую сторону. Может, Тимур где-то и услышал, что-то, может, он и прав, не знаю, надо прислушаться внимательно. Но, коль ты не знаешь даже, что это такое, так особо не вникало, то, в принципе, все подозрения снимаются. Тимур. Подозрения нападят. Снимайте, снимайте подозрения, да боже упаси. Давай тогда уже, наверное, что будет за песня сейчас? Песня тоже абсолютно новая. Мне кажется, что даже я ее живьем ни разу еще никогда не исполняла. То есть премьера? Да. Гениально. Как называется, подожди? Instead of. Ну, вообще, это серенада белого кролика. Ну, так лучше. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня купава. Поехали. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Купава. Поехали. Купава. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Я запомнила А вот это произведение Совершенно иного характера Абсолютно иного посыл Абсолютно иной энергетики Вот, к примеру, тут народ стал отзываться На это что-то фирменное, очень вкусно Запомним, будем слушать А вот Константин Твердый И комната стала полна привидений Да, в старом готическом замке Да, у меня, кажется, даже баба В шкафу проснулся Денис, ничего себе колдуньи Дмитрий Венчиков написал Браво Вот, ну Откуда это? Вот эта вещь-то в чего вдруг Это более поздний период Ах, вот Вон оно как все у тебя Ну да, ну просто, например, песня «Змея» Я тут обнаружила, у меня подписана была Она написана в 2003 году То есть 12 лет назад А песня «Беливерс» Ну, наверное, два года назад Два года назад То есть 10-летняя эволюция То есть Купава потихонечку эволюционизирует В такую вот форму довольно тяжелую, получается Ну, отчасти То есть я хотела бы, конечно, часть составить В легком танцевальном груве Потому что жизнь-то продолжается Но моменты вот этой самой черной стороны Они... Хотя я не знаю, может быть, она и не черная Нет, я черного ничего не заметил На самом деле, не такого черного не заметил Вот опять, я не знаю Бабаев в шкафу тоже не всегда черный Не всегда Особенно если верить рекламе Так открываешь, а там сидит 4G Планшет А ты говоришь «Бабай» Очень разные вещи в шкафу можно встретить На самом деле Поэтому не только «Бабай» 46-47 Это короткий номер для смс Ваших сначала свои Пишите, пробельчик А дальше уже все, что хотели бы адресовать Сегодня На предмет того, что слышите Это просто космос какой-то «Впадаю в невану», пишет Лекса Вот по мне, так это очень правильное определение Особенно вот этой вещи Которое только что прозвучало Влад Акимов написал вот, что В целом очень хорошее исполнение Мне нравится Но, по-моему, чего-то не хватает В этой связи вопрос Анастасии Нет ли желания спеть с оркестром Или разбавить немного свою музыку Духовыми инструментами Про оркестр вы просто сказали Озвучили мою мечту Конечно, просто это не так просто Пошел и спел с оркестром вот так Я надеюсь, что может быть когда-нибудь Я не буду говорить надеюсь Потому что все, что запланировано Оно происходит О каком-то конкретном оркестре Вот это вот Нет Вот в том-то и дело Лондонская филармония Вот, например, да Вот такие У нас там свои контакты С лондонской филармонией Нет, пока нет контактов Но если что-то со временем произойдет Мне кажется, это могло бы быть интересно Да Ну, в общем да Если еще и некий классический композитор Посмотрит мои композиции Что-то еще, допустим, добавит Да сочинит ты имеешь Ну, для оркестра нужно делать партии Да, я не смогу расписать партии Для оркестра это вот Это так Соответственно, все равно это делает Обычно в таких случаях Какой-то профессиональный композитор Который все расписывает Но мысли такие у тебя есть Ну вот, когда, например, мне снится Очень хороший сон То там я исполняю с оркестром Ага, а когда плохой? А когда плохой Какая-нибудь жуткая сцена Где зрителей не видно И ты уже пришел в середине своего выступления Какой-то ужас Повтори, пожалуйста, название этого произведения Believers По сути, верующие Да, Дмитрий Венчик, собственно, не черная Скорее, философская музыка Ну, в общем, я и с этим тоже готов согласиться Черного в ней ничего нет Но глубоко очень И теперь аж страшно просить тебя Что-то следующее играть Мне интересно тогда, куда мы дальше-то пойдем Я вообще составила программу Знаешь, новенькая, старенькая На контрасте все Вот у меня такой сегодня подход Поэтому следующая композиция Она очень нежная Она философская отчасти тоже Но очень светлая Еще периоды меня Там 10-12 лет недавности Тогда ты еще была светленькая такая Ну, может быть, наивностей было Больше какой-то Не знаю А можно еще что-то такое вот подобное Никита Самойлов пишет Ну, вот Давай послушаем, что это будет Как называется, кстати, ты не сказала Следующая композиция называется «Где я?» Действительно Свою радио, студия Тут надо как сориентироваться, пожалуйста Как всегда, живые звуки в программе Живые Здесь сегодня проект Купава Настя Постникова Погнали Где я? Среди боли стыдно Где я? Где я? В зеркале не видно Где я? Между митием Ах! Где я? Допускаю страх Где я? Больше не могу ответить Где я? Попадаю в сети Где я? Жду, жду, жду Так сложно Где я? Понимаю, поздно Где я, от жалости устала? Где я, меньше моли стала? Где я, в комнате огромной? Кто я? Ничего не помню Где я? Нет меня Где я? Нет меня Где я? Нет меня Где я? Нет меня Скажи, пожалуйста, вот это действительно ощущение поиска себя. Где я? Откуда я? Почему я? Ну, смысл жизни. Все мы когда-то в подростковом возрасте сами себе пытались ответить на вопрос, а в чем же смысл жизни? И всякие распутались, потому что смыслов казалось много. Одного самого главного вычленить из всего этого потока практически не получалось. Но когда ты сама себе задаешь вопрос, где я? Понятно, что это метафора. Понятно, что этот вопрос, он скорее в воздух. Это не более, чем красивая форма. Но все-таки ты знаешь точно, где ты? Пока нет. То есть ты еще подросток? Я еще в поиске, да. Ты еще находишься в том самом страшном и иногда бывает тяжелом поиске. Иногда тяжелом, но просто, наверное, с каким-то небольшим жизненным опытом появилось, по крайней мере, ощущение, что чувство юмора всегда спасет в любой ситуации. Это да, в любой ситуации. Господи, прости. Где я? Что я? Кому я? Я бы отнесла это к такому буддистской улыбке, скорее. Ну, может быть и так. Может быть и так. Не к сарказму, скорее. Не к злому такому. Хотя не без этого. Ну, как? А как же в Фейсбук-то выходить? Вот о том и речь. Как без юмора и сарказма? Без сарказма. Совершенно невозможно. Совершенно верно. Согласен с тобой на все сто. Добрый вечер. Простите за опоздание. Настя, привет из Киева. Кирилл Кияшко написал. Привет Киеву. Как мы заскучились по Киеву. Бывали там давно? Уже были давно в последний раз? Давно-давно, к сожалению. Не помню. До всего этого безобразия. Пять лет назад или четыре. Да, давно. Ну, я думаю, что придет время и все снова наладится. И будем кататься Киев к нам. Мы в Киев. Рано или поздно все это безобразие. Вообще хочется много путешествовать. Да. И чтобы все безобразия закончились. Да. Ну, сегодня есть одно неприятное событие. С утра действительно оно случилось. Скорее даже ночью. Илья Александровича Рязанов нас покинул. Тоже хотелось бы буквально одно слово сказать. Великий человек ушел. Целая эпоха ушла. К сожалению. И для меня это тоже сегодня явилось таким неприятным ударом. Потому как я думал, что ну как, казалось. Ну, заболел человек. Ну, да, есть проблемы. Так и так. Должны его вытащить. Потому что человек пожилой. И всякое бывает. Но вот не случилось. Наши соболезнования родным, близким. И в общем всей стране. Потому что великий человек ушел. К сожалению. И вот как раз у него всегда была та самая улыбка на губах. Да. Да, да, да. Вот то самое отношение к миру. Наверное, поэтому я его и вспомнил сейчас. Именно, наверное, в этой связи как раз мы на эту тему с тобой ушли. И вдруг он вспомнился в момент, в секунду. Все, что он делал. И фильмы, которые снимались. И, собственно говоря, все, о чем он говорил всегда. С той самой легкой улыбкой ираничной. Это дорогого стоит. И, видимо, он тоже, как и ты, как и я, как и подростки, все еще отвечал на вопрос, где я. Вероятно. Если бы человек ответил себе на этот вопрос, он бы, наверное, действительно перестал быть творческой личностью. Только творческий человек постоянно ищет. Ищет, находится в поиске. И вот, собственно говоря, Настя Постникова в том самом поиске. Это проект Купава. Сегодня мы его презентуем вашему вниманию. Надо напомнить, когда у тебя концерт. В Москве концерт 3 декабря, уже буквально через пару дней. Потом я приеду в Питер. Дома сыграю для друзей. Ну, обо всем этом можно в группе ВКонтакте прочитать. Да, да. Все будет, вся информация. Концертов, к счастью, сейчас будет много. Ну, и еще раз надо сказать, что это все-таки будет некая предпрезентация. Пред, да. Альбома от проекта Купава. И сегодня песни, которые поются здесь, это предпредпрезентация. Вы их слышите раньше других. А на концерте, те, кто не слышал программу сегодня, услышат их в первый раз. Те, кто пойдет на концерт, услышат во второй. Ну, как минимум во второй раз. И, соответственно, зафиксируют у себя в сознании. Давай-ка дальше петь. Что это будет? Ну, вот эта песня совсем другая по стилистике. Она называется Keeping Rhythm in the Steps. Как всегда, живой звук в программе. Живые. Напомню, здесь сегодня Настя Постникова. Проект Купава. Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok There's a chance for every guy Just like catcher in a ride To admire, to embrace Stand for something, live a trace Saying no, but often guess Some having more, but getting less Falling in the same time last Keeping Rhythm in the Steps 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Обороты, что вот, звучит все по-европейски. Звучит фирменно, короче говоря. Вот я не знаю, как еще объяснить. Звучит все очень фирменно. Как это фирменно, я не понимаю. Я тоже не понимаю. Ну, вернее, не могу объяснить, как это. Но то, что это звучит действительно все очень эффектно и очень всерьез. Слушаешь и понимаешь, что перед тобой... Сейчас только ты выпил водички уже, чтобы у тебя ком не встал. А что перед тобой большой серьезный артист. Вот слушаешь и понимаешь, что это круто. Но есть еще больше. Может, не знаю. Ну, есть большая сцена, а есть очень большая сцена. Ты же помнишь. Еще больше. Еще больше, да. Есть еще больше. Ну, кстати, сказать, с подсказки. Ну, в общем, с подачи. Настя, мы сегодня придумали, как нам сделать, если делать большой Open Air, большой фестиваль своего радио. Название, кстати, у него уже есть, своя тропа. Там уже давно все придумано. Единственное, что нужно сорганизовать эту историю. У нас не будет большой и малой сцены. У нас будет сцена большая и еще большая. И вот артисту будет приятно сказать, что я выступал на фестивале своего радио и играл на большой сцене. И ведь никто не спросит, а кто был на малой. Скажет, а малой-то не было. Была еще большая. То есть у нас все еще большие друг дружки. Это, причем, оптимистичная позиция. Перед эфиром сегодня Настя что-то сказала. По этому поводу я не помню. Вдруг пришла такая мысль. Спасибо тебе за подсказку. Что называется, с твоей легкой руки. Напомню, Купава, так называется тот проект, который представляет Настя Постникова. Она же, собственно, участница коллектива Иванова. Ну, так на всякий случай, если вы вдруг только подключились, знаете ее в лицо, вроде как фамилия вам знакома. А что совсем другое происходит в музыкальном плане. Вот это вот и есть ее сольный проект под названием Купава. Так, тут есть интересный вопрос. Я его для себя пометил, но, по-моему, потерял, потому что перелеснул, и все убежало. И где же он был-то? Ну, тут люди пишут о том, что нужно под эту музыку бокал красного сухого вина. И, в общем, нормально все получается тогда. Я не знаю, мне и без вина хорошо. Я вот только подумала, какие-то у нас музыка, провоцирующая алкоголизм. Слушаешь, сразу хочется вина выпить. Есть такое дело. Вот Андрей Демян пишет, например, доброго вечера или ночи свои. Вот слушаю сегодняшний эфир и понять не могу. Вот как-то от произведения к произведению одно нравится, другое нет. Иногда, ну, совсем никак и не то. А иногда прямо аккомпанементы голоса сливаются во что-то единое и неразделимое. Я в сомнениях. Вот ты истребилась к тому, чтобы вводить людей в такую искусство сомнений? Нет, я, конечно, не стремилась. Но, наверное, это связано с тем, что песни в очень разные периоды написаны. И сейчас такая компиляция за долгий срок. Поэтому, может быть, они стилистически менее едины, а проще воспринимать какую-то более... Ну, и, Настя, кроме себя прочего, надо сказать, что сколько проекту-то вот в том виде, в котором он есть? Ну, зимой будет пять лет. Ну, пять лет. Ты же не беспрерывно работала пять лет. С перерывами. Безусловно. Ты только сейчас за него взялась уже активно. Да, последний год. Да, вот-вот. Не последний год, а только первый. Что значит последний год проекта? Первый год проекта, на самом деле. И только мы чуть раньше говорили о том, что поиск, он продолжается, поиск не останавливается. И Настя как раз занимается тем, что ищет вот ту самую, да, ту самую ноту, которая, в общем, составит рано или поздно общую концепцию. А так, да, действительно разноплановая музыка. Да, действительно, как я уже сказал чуть раньше тоже, вот что-то попадает в ту историю, которую я слышал. Что-то совсем выбивается, но это не хуже, не... Это круто, но оно вроде как совсем из другого, из чего-то. Но рано или поздно человек творческий, талантливый, он найдет. Найдет как раз ту самую нишу, в которую нужно будет, так сказать, втиснуться. Так, тут вот, я тоже про это думал. Но расслабляет очень, уносит чревато. В общем, за рулем такую музыку слушать нельзя. Ты же так стоя на Ерофею, потому что расслабляет, потому что вникаешь, потому что проникаешься, и совсем уносит тебя от земли. У нас вот, видишь, ты говорила, какие люди слушают. Мы не знаем, какие люди, но, по крайней мере, картина, как нужно слушать музыку, она уже складывается. Не за рулем, дома, камин, бокал вина, ну вот и так далее. То есть вот так. Дальше по списку у каждого свой, но получается, так. Ну, это у этих людей, ведь. А, ну смотри, Андрей Архипов. Да, бокал вина ничего плохого не сделает. Он под любую музыку ничего плохого не сделает, друзья. Я тут ни при чем. Но, к сожалению, у нас в России с культурой питья пока не очень. У нас бокал вина воспринимается, как посиделки, знаешь, с друзьями на ящик, как минимум. Так, чтобы вот хорошо все легло. Если мы говорим там о том, что Россия самая пьющая... Кстати, я, между прочим, хочу одну вещь сказать важную. Россия далеко не самая пьющая страна. Нет. Как показывает статистика. В Англии, в Германии, скажем, пьют гораздо больше. А во Франции как? А во Франции пьют каждый день. Ох, заливают. Да, и просто литрами. Люди, в общем, в принципе, когда смотришь американский фильм какой-нибудь, и вопрос, когда приходят гости, выпьешь, он совершенно нормальный вопрос. Люди постоянно с каким-нибудь спиртным тусят. Но, я тебе скажу, по ощущениям, все совсем не так. Вот приходит француз в гости к другому французу. Тот ему предлагает что-либо выпить. Ну, или бокальчик вина, например, или там вискарика. И люди могут, извините за слово, посасывать это все в течение всего вечера и получать от этого удовольствие. И поэтому со стороны смотришь, вроде как ничего огульного такого не происходит. Русский человек, он всю ту норму, которую люди выпивают за... За аперитивом, да? За неделю за аперитивом, он выпивает на выходных. И сразу. Поэтому, когда смотришь на это, понимаешь, что ни хрена себе в тебя лезет. Но просто у русского, у россиянина, у него несколько иначе организм устроен. Ему вот эти вот капли в море, они только раздражают. Только головная боль, понимаешь? А вот чтобы уже почувствовать себя хорошо, всю неделю мы работаем, а в конце недели отдыхаем. Отдыхаем так, что в понедельник мы еще пока думаем, работать нам или нет. Во вторник мы приходим в себя, к среде начинаем задумываться над тем, что надо в пятницу бы хорошо отдохнуть. Но ничего не могу сказать на предмет количества. Как говорит статистика, в Германии налицо. На единицу человека выпивают в процентном соотношении чуть ли не вдвое больше. В Англии тоже. В Англии тоже. Традиция пабов, она определяет возлияние очень серьезное. Так что в России далеко не самая пьющая страна. Россия точечно пьющая держава, скажем. Точечно. Обычно в пятницу на субботу. Новая терминология у нас. Давай дальше будем петь. Что это будет? Что за песня? Сложно после алкогольной темы перейти к ней будет. Но я попробую. Кстати, я так не посмотрел, что в паузе забыл посмотреть, что у тебя за напиток для вокалистов. Вот ха-ха. Ха-ха. Так и останется загадкой для меня. Что это будет? Композиция «Call me back». Ну знаете, вот в ситуации, когда ты очень ждешь звонка человека, а он пропал. У тебя начинается паника, потому что ты подумал уже все. Ну все подумал. Ну мамы так часто делают, например. А мамы чаще всего и так и делают. Вот песня про эти ощущения. Ощущения человека, ждущего звонка. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня проект Купава. Настя Постникова. Погнали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это самая дорогая DimaTorzok Андрей Архипов написал А так в итоге в результате получается, что как где-то примерно на равных на самом деле ничего себе мы с Киселевой офигели пишет Кирилл Кияшко Это он имеет в виду, судя по всему, песню Кто такой Кирилл Кияшко? Я думаю, что я знаю, кто такая Киселева Да вот, видимо, или Киселева И Кирилла тоже, наверное, ты знаешь, если они с Киселевой вместе сейчас Вероятно, привет вам, Кирилл и Киселева Люблю вас Часто выступает Купава и где больше? Спрашивает Дмитрий Ну как часто? Часто? Относительно? Ну, относительно такими небольшими выездами вот там куда-то там во Францию иногда в Сибирь в Питере редко А что, в Сибири чаще? Ну, просто там получается, что вот несколько концертов такой тур я ездила с французской группой в качестве разогрева А что та группа? Французская группа Анатами Бускулер Наши друзья, которых мы с Ивановой привозили уже не раз в Россию и вот в какой-то из туров я ездила с ними в качестве суппорт-бэнда Так они сами тебя пригласили? Ну, просто я была как русскоговорящий, грубо говоря, менеджер с ними ну и заодно и первый сет Позволили тебе еще Сыграла И как, кстати, сказать, как народ-то реагировал? Мне просто интересно Обычно говорят так Ну, группа на разогреве, она, ну А вот как здесь было? Ну, очень сильный контракт Потому что там такой гранж настоящий Да, и это совсем другая музыка Поэтому Хорошо Ну, понятно, что дальше каждому свое Но в целом на контрасте людям нравилось такое ощущение То есть они так успокаивались, слушали А потом им вышибали мозг Ну, в хорошем смысле То есть если человек не успевал до конца допить свой бокал вина под твоей песню То потом он просто захлебывался от остатков этого вина Потому что выходил на свой Я надеюсь, что получалось так Так что я раскачивала немножко какую-то эмоциональную составляющую И люди становились более чувствительны и воспримчивы И дальше они были То есть разогрев работал, в принципе Надо бы петь дальше, иначе не успеем Еще две песни Хорошо А те вот пошли у тебя такие некоротенькие произведения Что это будет сейчас? Песня о любви Вот прям в чистом виде Называется «Муза» Как всегда, живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня проект «Купава» Поехали Песня о любви 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 Субтитры сделал DimaTorzok In the bottom of wild amber lakes I could find the bones of delirium use She refused from the shelter to dive at the bottom And try to find their response Tell me where you are Settling the star Growing up the trees of gifts Will you believe? Whisper in my ears All the names of your fears Kindling the fire Uphold How could I say stop? If the eyes of my muse never lie In the bottom of wild amber lakes I could find the bones of delirium use She refused from the shelter to dive at the bottom And try to find the eyes of my muse She refused from the shelter to dive at the bottom And try to find the response And try to find the place And try to find the place And try to find the place Ну вообще написано 5.15 Много Ну значит времени на разговоры у нас мало Остается Но в любом случае Надо наверное Подвести некий итог Сегодняшнего эфира Могу тебе сказать Что Как я говорю Народ Как аперитив Да Вот он выпил То самое вино Пьянящее И пытается теперь разобраться С тем Насколько это Хорошо Насколько это Нравится Насколько это Близко Потому что ну Музыка далеко не для всех Естественно Вот например Влад Акимов спрашивает Всегда был такой вопрос У меня Никак не было момента спросить Насколько тяжело Писать стихи Не на родном языке И сколько обычно уходит Времени на написание Такого стихотворения Ожидание музы Или просто спонтанно Все это происходит Очень сложный вопрос Как пишутся стихи Неважно на каком языке В данном случае Потому что это Одинаково сложно Подобрать правильные слова Ну наверное нет На русском По-русски сложнее Потому что Еще больше критики В английском Проще можно Ну по словарному Так скажем Запасу По насыщению слова Можно проще Найти слово Они больше значений Имеют в русском Десять значений Одного английского Да это все знают Поэтому вот Какой из этих десяти По-русски ты выберешь Тут вот встает вопрос Поэтому А сам процесс Процесс сложный Иногда да это спонтанно Вдруг Иногда это вынашивается Месяцами А то и не знаю Годами Ну вообще все как Как лежит карта Все как у людей Как у людей Ничего нового ты сейчас не сказала Да Ну наверное и правильно Собственно говоря В любом случае Творческий человек Он никогда мне кажется Точно не ответит на вопрос Как это происходит Само собой Кто-то говорит что вообще спуск А все таки остался Кто-то говорит о том Что конос из космоса Само приходит И в общем то Как то так и не я пишу стихи Вроде бы как они сами рождаются Ну я поддерживаю эту теорию Вот эта связь с ноосферой Просто иногда портал открывается Если ты ну так скажем Поймал состояние И достаточно отпустил свой мозг К которому вот эти вот мысли И мысли крутятся бесконечно Отпустил И правильные слова тогда придут Угу 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 В программе Живые Абсолютно другая музыка Абсолютно иной драйв Завтра здесь Группа FPG Пояснять Пояснять не стану А сегодня Настя Пысникова Заканчивает свою программу Имея в виду Проект Купава Что это будет за песня Как называется Песня называется Однажды Тоже довольно философская Спасибо тебе за то Что ты показалась сегодня Спасибо Спасибо вам большое Спасибо за то что ты делаешь То что ты делаешь Ты делаешь хорошо Правда Все Всем до завтра Будьте здоровы Пока Погнали Отпустим 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 Ах Однажды Однажды мы уйдем Без жалости И злостей Дверь закроем ключом И мысли отпустим, отпустим, отпустим Дверь закроем ключом 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 Однажды мы войдем Однажды мы войдем Дверь закроем ключом Дверь закроем ключом Дверь закроем ключом Дверь закроем ключом